Привет, друзья! 16-й чемпион мира Магнус Карлсон снова чудит в дебюте. Предлагаю вашему вниманию партию, сыгранную Магнусом, 1 октября в 9-м туре титульного вторника против американского гроссмейстера Григория Апарина. Начальные ходы этой встречи предзнаменовали классический дебют с крепким позиционным фундаментом, но у норвежца были другие планы на этот вечер. Он сразу выводит белопольного слона, не опасаясь ослабления ферзевого флонга и в частности пешки на поле б-7. Григорий подрывает центр атакуя пехотинца, Магнус уплотняется, Белый могли в принципе сразу указать противнику на слабость данной пешечки. Но продолжение в партии, избранной Апарин им, ничем не хуже. Магнус защищает дополнительно пешку, развивая коня, Белый начинает охоту на слона. И перед тем, как расстаться со своим ушастым другом, Карлсон пытается вызвать ослабление на королевском флонге. Американский гроссмейстер нападает на слона, меняется в центре доски, пробивает на поле G6 и захватывает центр, прогоняя лошадь. В результате не самой оптимальной игры экс-чемпиона мира в дебюте, Белый получили комфортное преимущество. Два слона и мощный пешечный центр. Но при игре в Блиц такие мелочи, Магнуса редко когда беспокоили. Он завершает развитие кавалерии, подготовливая подрывные мероприятия на ферзевом флонге. Апарин готовит длинную рокировку, Магнус продвигает пешку вперед. Григорий захватывает пространство, угрожая испортить сопернику пешечную структуру. Но шахматный викинг спокойно играет А6. Защищаясь от прыжка коня, намечая перевод ферзя на поле C7 с целью увести короля в 3-0. Ну что ж, Григорий пробивает на поле E6, делает длинную рокировку. Магнус также готовит побег короля на ферзевый флонг. Белый нападает на сильнейшую фигуру противника и защищает пешечку. После отступления парень освобождает дорогу ферзю на королевский флонг, для того, чтобы атаковать самое слабое место в позиции неприятеля, а именно раздолбанную ошибками молодости пешки. Магнус делает длинную рокировку, Григорий нападает на пехотинца, и Карлсон не утруждает себя спасением рядового райна и пытается замутить воду на противоположном участке доски. И здесь белым стоило аккуратно отойти королем на поле B1, для того, чтобы при случае быстренько защитить коня и создать рентген по ленице против ферзя и короля. Но в партии парень, не обращая внимания на угрозы противника, начинает поглощать пешки. Магнус хочет заруинить белому королю с виду уютной доме, Григорий продолжает разбойничать по проспекту Григория. Черные нападают на ферзя, и на отступление полетели кони. Белым стоило здесь пойти ферзи 5, для того, чтобы держать в напряжении черного конунга. Но в партии королева включает заднюю и фактически обрекает свое войско на неминуемую гибель. Магнус пробивает на поле D1, создает угрозу двойного удара, белые защищаются ходом конца 3, Магнус закаспаривает Кобылянского. После взятия линия C обнажается, и к королю старуха с косой приближается. А парень косвенно защищается от потери пешки на поле C3, Магнус в любом случае забирает коня. В данной ситуации ладья C1 не помогает, поскольку черный продвигает пешку вперед, угрожая взятием, а также превращением. В случае удара на C3, черный пробивает на C1, меняет ферзей и получает решающее материальное преимущество. Учитывая это, в нашей встрече Григорий сразу забирает слоника, Карлсон бросает в атаку еще одного коня, на отступление шахует короля и задвигает блэк-металлиста Диму Боргера. Белые вынуждены сторожить поле B2 для того, чтобы не получить мат, а в это время жестокий маг проводит свой языческий обряд и превращает пешку в ферзи. Угрожает немного немало мат на поле B2, используя горизонтальную связку. А парень забирает на D1, норвежец пробивает ладьей и после взятия говорит вам мат, американ бой. Вот так, друзья, 16-й чемпион мира Магнус Карлсон наказал соперника за то, что тот не считался с его достаточно прямолинейными угрозами. В результате Магнус стал победителем титульного вторника, доказав, что он по-прежнему является номером один во всех жанрах шахмат. А что думаете вы об этом, напишите в комментариях. Ставьте лайки, делитесь роликом в социальных сетях и до следующих встреч.